Давай, давай, не бойся. С постели Михаил Кузнецов встает с большим трудом, исключительно при поддержке любимой жены. А каждый шаг для него – страшнейшие боли. Шесть лет назад он перенес инсульт. В результате – атеросклероз, нижних конечностей и головного мозга. Несмотря на адскую боль, он с трудом идет до соседней комнаты, чтобы просто посмотреть в окно. Целый год мы безвылазно находимся дома, по причине того, что нет у нас пантуза. Там типа шпал положено у нас на крылечке, но по ним с двумя мужчинами я не смогла его поднять на коляске. Тогда еще он ходил хоть немножко на ходунках, мы могли его на ходунках спустить и коляску спустить. Теперь это уже невозможно. Михаил Андреевич в прошлом токарь с 40-летним стажем может часами глядеть в окно. Там солнечный свет, воздух и, конечно же, общение с людьми. И так прошло все лето. Супруга замужа переживает. Я не могу врачей посещать с ним, узких специальностей. А он нуждается в обследовании регулярно. Сейчас Михаил Андреевич говорит плохо. После болезни нарушилась речь. Но в своем желании он нам все-таки поведал. Я уже долго не выходил на улицу. Хочется на улицу. Нет возможности. Со слов Галины Ивановны, год назад она писала письмо и просила не раз свою управляющую компанию, чтобы пандус переделали. Ей ответили, что денег на это нет. Проблемы семьи Кузнецовых начинаются практически с порога. Ну вот, посмотрите сами, как пожилая женщина должна спустить инвалида с коляски вот с такого расстояния. Но, допустим, у нее это получилось. Но на пути вторая преграда. Вот эта решетка, в которой, между прочим, застревают колесики от инвалидной коляски. Дальше еще сложнее. Поэтому пандусу нереально не спуститься, не подняться. Рядом соседний дом Чулмана-16. По планировке один в один с Чулмана-8. Вот только здесь сделано все как надо. Кузнецовы очень хотят, чтобы у них было так же. Там все сделали по программе «Доступная среда». Сейчас она закончилась. Но решение проблемы все же есть. Во-первых, мы предоставляем списки тех домов, где уже пандусы потеряли свою актуальность. Допустим, инвалид переехал в другое место жительства. Либо инвалид, к сожалению, уже ушел из жизни в силу своих заболеваний. И тогда пандус уже ему в этом конкретном подъезде не нужен. Вполне можно этот пандус демонтировать и смонтировать туда, куда нужно. Но, может быть, только нужно постараться, чтобы подвести под необходимые размеры этого пандуса в другом подъезде. Здесь просто, я считаю, желание сделать можно все. Со слов директора управляющей компании «Девять», в их обязанности не входит установка пандусов. Но они пошли навстречу и пообещали помочь Кузнецовым. Айгул Леблонская, Максим Лепин. Новости НТР.